Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Хотите увидеть обзор на неубиваемый автомобиль? Итак, встречайте! Героем сегодняшнего нашего сюжета станет Land Cruiser Prado 120. Давайте посмотрим, насколько он хорош. Уже в 2000-х годах вопрос о необходимости выпуска внедорожников стал ребром. Зачем они нужны, если все больше дорог и направлений покрывают асфальтом? Однако Toyota не успокаивалась и не успокаивается до сих пор. Похоже, Land Cruiser никогда не исчезнут и не умрут. Настолько хорошо они сделаны. Да, они неказисты при быстрее здесь, сильно кренятся в поворотах и прожорливы. Хотя уже в 2000-х годах инженеры Toyota начали оснащать свои внедорожники системами, которые борются с кренами, улучшают артикуляцию подвесок на бездорожье и даже позволяют регулировать жесткость амортизаторов. Prado J120 – это третье поколение внедорожника, который делит нишу между пикапами и топовым крузаком. Он делит платформу с 4Runner более дешевым и утилитарным проходимцем. Он сделан просто, мощно и надежно. И сегодня мы расскажем о том, как поживают эти автомобили. Все-таки они выпускались с 2002 по 2009 год. Самым старшим уже примерно 20 лет. Давайте посмотрим, выдерживает ли техника Toyota испытания временем. Итак, поехали. А перед тем, как мы поехали, на данный момент эта машинка продается. Ссылочка по ней будет в описании к этому ролику. Коррозия – это, пожалуй, единственное, что может помешать этому внедорожнику пробежать миллион километров. Если машины были предназначены для Европы и России, они худо-бедно защищены от коррозии. Но если этот автомобиль приехал из арабских стран, то без антикора он долго не протянет. Обязательно нужно защищать от коррозии участок рамы над рычагом переднего правого колеса. Там основной вин. Если он заржавеет до неузнаваемости, то при переоформлении машины регистрирующие органы создадут кое-какие проблемы при смене владельца. В раме этих автомобилей много технологических отверстий, в которой набивается грязь и влага. Но справедливости ради скажем, едва ли можно встретить откровенно трухлявую раму. И, кстати, рама ржавеет по сварным швам в основном. Но на самом деле больше всего от коррозии достается к кузову. Пороги запросто сгнивают до дыр, могут становиться ветхими панели пола, колесные арки, а точнее их внутренние брызговики ржавеют и у примыканий к порогам, и вокруг всех технологических отверстий, крепления амортизаторов, сидений третьего ряда. Даже если в арках есть заводское антигравийное покрытие, то не стоит полностью доверять ему. Оно потрескается, будет пробито камнями, и тогда за дело возьмется коррозия. Передние арки тоже активно ржавеют под воздействием влаги и реагентов. Причем коррозия может подниматься наверх на сторону моторного отсека. Если владелец решит избавиться от коррозии, то есть все отмыть, от пескоструить и обработать антикором днища, то к этим работам прибавится еще работы по покраске передних брызговиков со стороны капота. Добавим, что жертвами разрушительной коррозии становится верхняя часть трубки от горловины до бензобака и две крепежные ленты бензобака. Еще коррозия запросто появляется по нижним кромкам дверей и даже вспучивается краска в проеме задней двери в районе фонарей и петель. Но самое больное место в проеме двери багажника – это самая нижняя кромка, на которую надет уплотнитель всего проема. Часто края двух примыкающих панелей уже начинают крошиться от ржавчины. Задняя дверь провисает, дверной замок начинает царапать свою петлю, дверь начинает царапать краску в проеме, начинает дребезжать и для ее закрытия ее надо приподнимать. И вот такой вот процесс очень быстро происходит в дорестайлинговых Prado, в которых запасное колесо находится на задней двери. А причина в износе стальных штифтов в петлях. Оригинальные петли стоят по 70 долларов, лет на 5 и хватит. Заменители есть в три раза дешевле, но лучше изготовить штифты самому и снабдить их бронзовыми втулками. Кстати, даже есть и такие ремкомплекты в продаже. Более суровый и менее изящный способ ремонта – установка прокладок под петли в проемы, чтобы выровнять двери и компенсировать износ осей. Кстати, петли дверей провисают по той же причине и лечатся похожим образом. Сколы краски рыжеют, и много таких рыжих точек обычно обнаруживаются на панели крыши вдоль верхнего края лобового стекла. Кстати, крепежные болты рейлингов со временем начнут пропускать воду в салон, потому что окружающие их резьбы пластиковые втулки просто рассыхаются. Так вот эту брешь можно заделать силиконом. После сильных дождей или моек стоит прощупывать ковролин на полу. Не мокрый ли он? Если у Prado есть люк, то проверьте его дренажные трубки. Еще бывает, что расходится стык между моторным щитом и передней стойкой кузова, то есть на уровне верхних петель водительских дверей. И это место хорошо видно, если снять переднее крыло с намокающей стороны. Кстати, у рестайлинговых Prado запасное колесо, как в нашем случае, находится под днище и опускается и поднимается с помощью лебедки, которую надо хорошенько смазать. Иначе она закореет и в нужный момент не удастся опустить запасное колесо. За правой обшивкой багажника находится задний контур системы кондиционирования, к которому проложены под днищу две трубки алюминиевые. Естественно, они корродируют и затем начинают пропускать фреон. И справедливости ради, надо сказать, что эти трубки можно заменить на специальные. И вот трубки системы кондиционирования, которые находятся под капотом, корродируют гораздо реже. Ну и пару слов скажем о фарах. Ближний и дальний свет у этих машин плохой с завода. Вдобавок, с годами мутнеют плафоны и даже отражатели фар. Эту проблему решают любыми способами. От реставрации фар, установки светодиодных ламп или светодиодных линз до замены фар на неоригинальные и более зрячие. Салон Prado совсем без изысков, но другого от него и не требуется. Чем может удивить этот интерьер? Добро пожаловать в салон. У многих Prado иногда трескается торпеда. Это обычно проявляется в районе козырька над панелью приборов. Но в нашем случае это проявилось с пассажирской стороны. А при пробегах более 350 тысяч километров на панели приборов гаснут некоторые светодиоды. Их можно заменить на аналогичные. У многих Prado начал скрипеть подлокотник, на что умельцы научились шумоизолировать его пластиковые части и менять изношенные упоры, чтобы он еще и переставал постукивать. При пробеге более 200 тысяч километров начинает свистеть вентилятор печки. Оригинальный вентилятор стоит 500 долларов, заменители от 50. Но они не всегда оправдывают ожидания. Поклонники 120 Prado выяснили, что до 2007 года ось вентилятора вращалась на подшипниках скольжения с войлочными шайбами, пропитанными маслом. По мере высыхания этого масла появлялся скрип. Умельцы научились разбирать электромотор вентилятора, чтобы добраться до втулок и смазать их. После 10-12 лет эксплуатации ломается вал замка зажигания, после чего замок прокручивается и не щелкает положениями. Так вот, некоторые умельцы научились восстанавливать этот вал, но в продаже есть ремонтный вал. Чаще всего у нас в Беларуси встречаются 120 Prado с двигателем 1KD-FTV. Это рядная четверка с 16-клапанной ГБЦ, чугунным блоком и турбиной с изменяемой геометрией. Поздние версии этих моторов получили слишком слабенькие поршни. Они то ли чересчур облегченные, то ли бракованные. Но факт остается фактом. Моторы 1KD, выпущенные с августа 2006 до июня 2009, довольно часто удивляли раскалыванием поршней. В меньшей степени эта проблема проявляется на чуть более ранних моторах, выпущенных с августа 2004 года. Проблема вот эта с растрескиванием поршней однозначно не встречается на трехлитровых дизелях, которые были выпущены с конца 2010 года. Они соответствуют нормам Евро-5 и устанавливались на следующее поколение Prado. Так вот, на проблемные двигатели надо установить поршни с соответствующим номером. И тогда этот мотор пройдет миллион километров. У этого двигателя есть еще ремень ГРМ, который надо менять каждые 100 тысяч километров. Больше особо ничем этот двигатель не примечателен. Турбокомпрессор служит порядка 300-400 тысяч километров. С такой же регулярностью требует внимание и помпа, которая приводится ремнем навесного оборудования. Форсунки тоже способны пройти 400 тысяч километров, но их надо снимать каждые 200 тысяч километров, чтобы заменить огнеупорные шайбы под ними. Форсунки стоят от 420 долларов до 550, новые в зависимости от года выпуска двигателя. Но зайдите на сайт «АвтоСтронго» и посмотрите на привлекательные цены на хорошую «БУшку». Ну и еще отметим, что вот этот Prado донашивал старые восьмиклапанные дизели 5L и 1KZ, который лег в основу 1KD. Но эти версии были для арабских стран. Ну а теперь про бензиновые двигатели. Начнем с 2.7. Объем. Поначалу это был двигатель 3RZ, а вот после рестайлинга 2TR. Это обе рядные четверки с цепным приводом ГРМ. Блоки цилиндров у них практически идентичные. ГБЦ разные, но в обоих по 16-клапанов. В старом 3RZ тепловые зазоры регулируются подбором шайб, а в 2TR есть гидрокомпенсатор. Еще у мотора 2TR присутствует фазовращатель на выпускном распредвале. Короче, оба этих мотора предельно надежные, выхаживают тот же миллион километров. Правда, динамика у Prado с мотором 2.7 вообще никакая – 16 секунд до сотни. И то, если у водителя хватит терпения держать газ в пол на каждой передаче. Самый шустрый Prado оснащен 4-литровым атмосферником. Это очень надежный мотор, но его можно уложить с перегревом, поэтому радиаторы нужно держать в чистоте. Иначе ГБЦ деформируется, да и блок цилиндров легкосплавный не обрадуется высокой температуре. Кроме того, в его впускном коллекторе есть стальная заслонка изменения геометрии, закрепленная двумя винтами. Вот эти винты могут выкрутиться и наделать бед в одном-двух цилиндрах. Впускной коллектор можно заменить на модернизированный. Его покупка обойдется в 340 долларов, а можно вскрыть старый таким образом, чтобы вытянуть в сторону ось с этой заслонкой и любым подходящим способом надежно зафиксировать винты или даже заменить их на заклепки. При воде клапанов 4-литрового мотора нет гидрокомпенсаторов и тепловые зазоры надо регулировать подбором толкателей. Но на практике этот мотор очень долгое время не нуждается в этой процедуре. Растяжение основной цепи ГРМ можно посмотреть по выступанию штока, а увидеть шток можно через смотровой лючок. Если шток выступает на 20 мм, то цепь нужно менять. И если цепь сильно растянута, то обязательно на панели приборов загорится чек-энжин. Долгий запуск этого мотора обычно связан с текущими форсунками, а вот из-за старых прокладок масло в том числе может попасть и в гнезда свечей. Кстати, расход масла у 4-литрового двигателя минимален, хотя кратковременный перегрев может привести к задирам в цилиндрах. Ну и последнее. Отметим, что в арабских версиях Toyota Prado вот этого поколения встречается с другим V6 неубиваемым 5WZ-FE объемом 3,4 литра. С механическими трансмиссиями у 120 Prado никаких проблем нет. Сразу переходим к автоматам. Итак, есть четырехступенчатый автомат. Не расторопный, но супер выносливый. Если освежать в нем трансмиссионную жидкость каждые 50 тысяч километров Toyota T4, то он пройдет и полмиллиона километров, даже более. Так вот, у этой трансмиссии корпус фильтра металлический, а фильтрующий элемент металлическая сетка. Поэтому ее можно просто прочистить, предварительно изучив на наличие на ней продуктов износа. А вот пятиступенчатый Asin появился в августе 2004 года сначала с 4-литровым бензиновым двигателем, а потом с дизелем 1КД. Так вот, поводов для волнения и ремонтов он тоже не подает до пробега в 500 тысяч километров. Для обслуживания используется трансмиссионная жидкость Toyota WS. Фильтр тоже можно просто промыть. Ну и напоминаем, что в данный момент вот эта машинка продается. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику. Также напоминаем, что помимо очень качественных бю-запчастей в «АвтоСтронг» есть еще новые запчасти и технические жидкости. Так что заходите на наши сайты, звоните нам, пишите в мессенджеры, также пишите нам в соцсетях. Будем рады. Еще у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и полным пакетом документов. Нужен байк в «МотоСтронг». Ссылочки я оставил в описании. Ну что, мы на СТО, и прежде чем мы продолжим, расскажем вам кое-что интересное. Пойдемте. Допустим, что у вашей машины появились такие вот симптомы, как повышенный расход топлива, снижение мощности, снижение динамики, повышенная дымность, а также разная компрессия в цилиндрах. Так вот, при этих симптомах может помочь раскоксовка двигателя. Ну и прямо сейчас мы будем этот двигатель раскоксовывать с помощью Lover Complex. Это пенный состав, который за 30 минут очищает весь объем камеры сгорания от свода до компрессионных колец. При соблюдении инструкции формула безопасна для всех видов покрытий поршней, для лакокрасочного покрытия поддона картера и резиновых деталей. Применяется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе V-образных и оппозитных, а также тех, в которых камера сгорания образована значительной выемкой в поршне. Действуем по инструкции. Прогреваем двигатель до 50 градусов, отключаем систему зажигания и снимаем мешающие нам детали. Для бензинного двигателя демонтируем свечи зажигания, для дизельного свеченакаливания или форсунки. Выставляем поршни в положение близкое к среднему. Смотрим эндоскопом. На донышке поршней здесь у нас виден нагар. Посмотрим после процедуры, то есть сравним до и после. Вводим состав в цилиндры с помощью удлинительной трубки до заполнения пены всего объема камеры сгорания. Оставляем на 25 минут для воздействия на загрязнение. После этого еще раз вводим состав в цилиндры. Оставляем на 5 минут. Не увеличиваем время нахождения состава в двигателе. Это важно. Освобождаем технологические отверстия. Удаляем остатки средства из цилиндров. Продуваем сжатым воздухом, накрываем технологические отверстия плотной тканью и прокручиваем двигатель стартером в течение 50 секунд. Удаляем остатки состава с поверхности сухой тканью. А теперь наслаждаемся результатом. Стало намного чище. Мы видим, что весь нагар сошел и такая ситуация в каждом цилиндре. Меняем масло и фильтр. Удаляем отработанное масло из двигателя и заливаем новое. Устанавливаем демонтированные узлы и детали и убеждаемся в правильности. После проведения очистки первые 5-10 километров не нагружаем двигатель высокими оборотами. Ну а теперь отправляемся в добрый путь. Лавр дарит подарки. Покупай любую продукцию. Лавр, заходи на сайт и выигрывай каждые две недели. Все ссылочки и подробности я оставлю в описании к этому ролику. Ну а сейчас пойдемте дальше обозревать автомобиль. Ну что, продолжаем. При пробеге около 300 тысяч километров может появиться люфт по причине износа крестовины промежуточного рулевого вала. Так вот, новый рулевой вал стоит оригинальный 170 долларов. Можно также просто поменять крестовину. То есть купить и поменять. А неоригинальный вал тоже можно поставить. И такая процедура не дороже 50 долларов. Рулевая рейка служит около 300 тысяч километров, а затем начинает постукивать. Но рейка без проблем ремонтируется на профильных СТО. Крестовины карданного вала этого внедорожника обслуживаемые. То есть их можно шприцевать, то есть загонять смазку. И эту процедуру надо делать каждые 10 тысяч километров. В общем, если что, то крестовины карданного вала без труда снимаются. Еще нужно смазывать и шлицы заднего карданного вала, чтобы коррозия не поела их, не привела к люфтам. Люфты в шлицах карданного вала вредят заднему редуктору, а в долгосрочной перспективе их может просто срезать. На 120-х Prado постоянный полный привод. На раздаточную коробку прикручен актуатор в пластиковом корпусе, который включает блокировку межосевого дифференциала. Если из-под корпуса появится течь масла, то по инструкции нужно снимать раздатку, чтобы заменить уплотнительное кольцо актуатора. Но специалисты на профильных сервисах умудряются провернуть эту процедуру без демонтажа раздатки. Кстати, у арабских версий полный привод подключаемый, то есть парт-тайм, без межосевого дифференциала. В раздаточной коробке и редукторах можно и нужно менять масло. Масло сливается через пробки, а уровень контролируется по переливным пробкам. Подходит обычная трансмиссионка класса GL5 с вязкостью 75V90 для раздаточной коробки и 80V90 для редукторов. В раздаточную коробку и передний редуктор идёт по 1,4 литра масла, а в задний мост целых три. Все элементы трансмиссии Prado требуют внимания по факту утечки масла. Приводы передних колёс очень живучие, если не эксплуатировать их с порванными пыльниками. Эта Toyota с моторами свыше 2,7 оснащалась опциональными электронно-управляемыми амортизаторами TEMS. Жесткость передних амортизаторов регулировали, ну или сейчас, наверное, у некоторых машин они всё-таки есть. Регулируют актуаторы, которые установлены сверху на штоке амортизатора. Так вот, эти пластиковые корпуса разламываются, там рассыхаются и вся электронная начинка погибает. Новые актуаторы стоят 200 долларов, оригинальный амортизатор TEMS стоит 320 долларов, но можно найти поставщика на конвейер неоригинального за 180. В задние же амортизаторы актуаторы встроены, но проведённая к ним проводка обрывается, причём она обрывается как снаружи, так может оборваться и внутри амортизатора. В таком случае умельцы, чтобы до неё добраться, распиливают корпус. Новый амортизатор системы TEMS стоит 520 долларов. Полный аналог можно найти за 240 долларов. Если какой-то из амортизаторов системы TEMS не работает, то он становится по умолчанию жёстким, то есть долго ездить просто неприятно. И, кстати, все амортизаторы TEMS можно заменить на абсолютно обычные амортизаторы. Нижняя точка крепления задних амортизаторов находится ниже моста. И сюда летит влага и грязь, и это всё приводит к сквозной коррозии амортизаторов. Может прогнить и верхняя точка крепления амортизаторов. Для ремонта придётся наваривать шайбы. Вдобавок и стальные пыльники задних амортизаторов запросто гниют в труху. За этими местами нужно следить, чистить и защищать от коррозии. Пневмоподвеска у Prado бывает только на задней оси. В комплект входят два пневмобаллона, два датчика положения кузова и один компрессор. Так вот, датчики положения кузова, а точнее шарниры их тяг закисают. Из-за этого запросто этот внедорожник может присесть на одно из колёс. Что делать? А надо просто при сезонной смене шин, то есть два раза в год, их разрабатывать и смазывать. И тогда всё будет хорошо. Эти датчики стоят от 50 до 200 долларов за оригинал. Пневмопружины стоят от 80 до 230 долларов. Служат долго, примерно 200 тысяч километров. Компрессор пневмоподвески установлен на днище сзади слева, и он тоже страдает от коррозии. При пробеге около 200 тысяч километров его корпус ржавеет насквозь. Внутрь попадает вода, и вот эта вот влага убивает ротор электродвигателя. Новый компрессор стоит от 230 долларов до 800. Это, естественно, за оригинал. Спереди у Prado фиксированные тормозные суппорты с четырьмя поршнями. Часто тут закоревает внутренний нижний поршень, а следом и всё остальное. Если сальники уже не герметичны и влага привела к коррозии поршней, то вынуть их для замены бывает очень сложно. По-хорошему каждые 2-3 года стоит обслуживать передние суппорта, меняя ремкомплект и при необходимости поршни. По-хорошему раз в 2-3 года надо обслуживать суппорта, меняя ремкомплект и, по необходимости, поршни. А вот задние суппорты ещё более нежные. Они имеют механизм с плавающей скобой, который требует ежегодного вмешательства. Иначе колодки перекашивают, появляется неравномерный износ тормозных дисков и даже заклинивание суппортов. Для обслуживания задних тормозов обычно достаточно установить ремкомплект с пальцами и его пыльниками. Говоря о подвеске, не стоит забывать про подвеску кузова. Он крепится в 8 точках, и в каждой точке двойной резиновый демпфер. Так вот, при пробеге в 250 тысяч километров уже появляются трещины этих демпферов, и стоит задуматься о замене. Самым недолговечным местом задней подвески считаются втулки заднего стабилизатора. Ходят примерно 150 тысяч километров и стоят по 5 долларов. Тяги оригинальные стабилизатора стоят по 60 долларов, заменители по 8. Как вы уже, наверное, догадались, подвеска очень живучая. Стоимость оригинальных задних рычагов варьируется от 100 до 200 долларов, но по неоригиналу они гораздо дешевле. Каждый из передних колес крепится на двух рычагах. Нижний рычаг стоит 3 130 долларов, на верхний рычаг стоит 150 долларов. Купить Ray tella нижнего рычага цена примерно от 30-40 долларов. Но также эти цены можно купить по неоригиналу. Также по неоригиналу можно купить шаровый нижнего и верхнего рычага. В ступичных cold십 ходят примерно 100 тысяч километров, а цена у них от 35 до 120 долларов. Ну что скажете, надежен ли Land Cruiser Prado? В действительности дорогих и хронических проблем у него нет. Многие проблемы вызваны наличием влаги и реагентов. И в действительности вложение в антикоррозийную обработку – это, наверное, самые большие денежные вложения за многие годы. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Еще не забудьте написать комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет, компания «АвтоСтронг».